МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие зрители! В эфире программа «Время интервью». И сегодня у нас в гостях активный житель нашего города, руководитель общественного движения «Наш Квартал» Руслан Амитов. Руслан, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Руслан, расскажите, пожалуйста, кто вы по профессии и чем вы занимаетесь? По профессии я адвокат. Занимаюсь я представлением интересов наших граждан, наших предпринимателей. Ну и, в общем-то, как любой адвокат, занимаюсь в том числе представителем в суде, представительством в органах государственной власти, органах муниципального самоуправления. А как давно вы этим занимаетесь? Уже, если я не ошибаюсь, около 20 лет. Это огромное стаж. Да, 20 лет моей профессиональной деятельности, фактически, и в роли адвоката, и в роли юриста. Как, с учетом того, что я уверен, что график напряженный, удалось еще и начать заниматься социальными проектами? Как зародилось движение, которое вы возглавляете? Общественной деятельностью я занимаюсь вот так вот активно с 2015 года. Ну, на самом деле, это был какой-то внутренний посыл. Началось все с того, что ко мне, как к юристу, начали обращаться различные общественные организации с просьбой помочь представлять их интересы или интересы, скажем так, как их подопечных, да, то есть социально незащищенных граждан. Ну, естественно, это было на безвозмездной основе, так называемое представительство пробона. Ну, это подразумевает именно оказание бесплатной юридической помощи. И в рамках этих взаимоотношений я начал больше контактировать с этими общественными организациями, различными структурами, и так потихоньку втянулся в эту общественную деятельность. И уже в рамках этой общественной деятельности начал сам создавать какие-то проекты и реализовывать эти проекты. Ну, естественно, я их создавал не единолично, это была команда единомышленников, с которой мы объединялись, брали какую-то интересную тему, социальную тему, да, и выстраивали структуру и реализовывали эти проекты, там, проведение различных спортивных детских мероприятий, да, проведение каких-то акций, направленных на, там, сбор средств нуждающимся, ну, и так далее, и так далее. То есть было очень много проектов, это, в общем-то, открытая достаточно информация, и мое сотрудничество, ну, самое такое, наверное, активное сотрудничество в последнее время, это, оно, солнечный круг. То есть, знаете эту организацию, тоже очень классные ребята, которые очень много делают для родителей, вот, детей, у которых, к сожалению, есть ДЦП, вот. Мы с ними реализуем какие-то проекты. Поэтому, вот, наверное, как-то это все в совокупности привело меня к тому, что я больше, более, наверное, осознанно стал заниматься этой общественной деятельностью, и как результат или следствие этого всего появилось общественное движение «Наш квартал». И уже появилась такая некая структура, появился штат людей, которые тоже являются единомышленниками, которые готовы тратить свое время, там, соответственно, да, свои эмоции, в том числе для того, чтобы реализовывать какие-то проекты, направленные на общее благо. Жители как приняли создание нового движения у себя в квартале? Как выстроилась работа в рамках вот квартала, потому что нужно с ними взаимодействовать, там, как-то списываться, созваниваться? Как вы работаете? Изначально приняли с таким недоверием. То есть, ну, еще очередное какое-то общественное движение, какие-то деятели, которые что-то там кому-то обещают, и, скорее всего, ничего не будет делать. Мы с этим столкнулись на первой этапе. Ну, на самом деле, нам было, ну, не скажу, что безразлично, мы как бы это воспринимали достаточно спокойно. Почему? Потому что у нас были конкретные цели, были задачи, да, и мы начали реализовывать этот проект. То есть, к нам стали обращаться непосредственно жители нашего квартала, 16-го квартала, начали получать, соответственно, от нас работу, реакцию, решение их проблем. И мы вот этими делами начали им показывать, что мы здесь действительно как бы, ну, реализуем и помогаем, да, и делаем в первую очередь. В рамках этого движения потом начали развиваться отдельные проекты, да. Ну, к примеру, хотелось бы в первую очередь сказать проект «За безопасное детство». То есть, что это такое? То есть, этот проект у нас на территории 16-го квартала есть три детских сада, и, соответственно, было принято решение сделать их немножко безопаснее, чем, ну, улучшить, скажем так, их безопасность. Вот. И в рамках этого проекта мы тоже договорились с нашими единомышленниками и установили видеокамеры, домофонные, магнитные, соответственно, замки, которые не позволяют посторонним пройти на территорию детского сада. Ну, потому что были определены... Ну, это было, опять же, на волне того, что произошли некоторые не совсем хорошие события, да, ужасные события, если уж так говорить. В детских садах, по-моему, это Ульяновская область была, там какая-то ситуация, да. Поэтому мы, увидев эту потребность, да, решили как бы еще усилить эту безопасность. И реализовали этот проект. То есть у нас сейчас, соответственно, в этих детских садах 16-го квартала установлена вот эта вот система безопасности. Вот. Один... Мы поэтапно это делали. Соответственно, у нас вот последний остался детский садик, в котором мы, я думаю, что в этом месяце, скорее всего, все это завершим, мы уже полностью закроем этот проект. Появилось некое продолжение этого проекта. Идея... Я сейчас немножко забегаю вперед, потому что, наверное, даже раскрывая карту, мы родителям еще об этом не говорили, но мы хотим в детских садах провести с профессиональными детскими реаниматологами, да, курс по оказанию первой медицинской помощи детям. То есть это команда, которая... Ну, у них есть, во-первых, специальное оборудование, которое позволяет, да, там, показать, как правильно делать массаж сердца, как правильно делать, соответственно, вот эти вот реанимационные действия первичные, да. Я думаю, это будет очень интересно им, потому что, ну, мне, как отцу, в первую очередь, это интересно. А можно поучиться? Куда прийти? Я обязательно тебе сообщу. Да, да. В ближайшее время мы будем реализовывать это и будем приглашать родителей. Естественно, для родителей, там, и для всех приглашенных это будет бесплатно, то есть мы берем эту всю нагрузку, как бы наше движение берет на себя по организации этого мероприятия. Ну, это такое некое продолжение вот этого проекта за безопасное детство. Есть, например, проекты, они направлены на улучшение благоустройства конкретных, там, дворов. Когда мы начали реализовывать эти проекты, буквально, как бы, я стал замечать, что количество обращений, оно прям начало у нас расти достаточно серьезно. То есть там и личное обращение по каким-то социальным вопросам, чем мы тоже, в общем-то, занимаемся. Там есть и обращения по каким-то наболевшим проблемам, какой-то наболевшей такой проблематикой конкретного квартала. Например, там, занимались недавно рынком деликатесы, так называемый рынок, да, то есть там такой несанкционированный был рынок. Часть там имеет разрешение, а какая-то часть не имела разрешения. И, ну, была антисанитария, то есть никакого контроля. Бюджет, естественно, не получал никаких денег от размещения этих нестационарных торговых объектов. А жители страдали, потому что, ну, попросту, да, весь этот мусор, он почему-то складировался у их подъездов, там, ну, и так далее, и так далее. Я сейчас не буду рассказывать подробности. Решить удалось. Да, решить удалось. И три нестационарных объекта незаконных, они были снесены. То есть достаточно серьезно эта работа была проведена. То есть и в последующем тоже мы как бы сопровождали эту историю, потому что были попытки вернуться, ну, то есть практически там. И жители до сих пор как бы борются, мы с ними занимаемся этими вопросами. И это в том числе как бы вот эти вот показательные какие-то проекты, да, они получили отклик у жителей нашего квартала, да, и количество обращений стало больше и больше. И уже в рамках этих обращений начали появляться другие направления вот как раз по благоустройству территории. Вот сейчас занимаемся детскими площадками. Активность вот такая большая. Как к этому относятся управляющие компании и органы власти? Потому что, по сути, вы подменяете собой, ну, в какой степени, работу администрации. Может быть, на самом деле, они говорят, да, зачем? А кто скажет, о, молодцы? Да, вы знаете, нормально все, в общем-то, относятся. Понятно, что мы своим присутствием, да, своей активностью так немножко как бы увеличиваем тот объем, который, объем работы, в том числе и для них. Но все прекрасно понимают, что мы действительно делаем какие-то реально хорошие вещи. И реализуем проекты. И что у нас есть и в компании, в нашем общественном движении, да, и в рамках вот отдельных этих проектов есть структура. Есть, у нас есть структура, есть сроки, есть, соответственно, и лица. То есть там у меня именно такой подход. То есть и фактически мы проводим планерки еженедельные, да, то есть идет контроль полностью. И то есть в совокупности это дает результат. И, соответственно, те же самые управляющие компании и наши органы местного самоуправления, они это видят, и они, в общем-то, как бы оказывают нам содействие. То есть я не могу сказать, что есть какое-то прям вот сопротивление, да, но я, по крайней мере, сейчас не встречал. Я не знаю, как будет дальше. Помощь оказывают, да? Ну, хотя бы консультативную или там... Ну, конечно, да. То есть проводятся совещания, то есть по нашим запросам, по нашим каким-то жалобам, естественно, происходит реакция, происходит совместное совмещание, комиссии там и так далее. То есть идет нормальная работа, идет взаимодействие, как бы. А какие ближайшие мероприятия, вот запланированные, на которые, я так услышал, что есть по реанимации будет, а куда еще можно прийти с вами поучаствовать, поработать, хотя бы увидеть ваш опыт? Планируются в том числе дворовые мероприятия. Они будут направлены на... Ну, спортивно-развлекательные, назовем это так, где будут задействованы и как взрослые, так и дети, да. И отдельно мы все-таки выводим в блок, это вот как раз работа с проблемными вопросами жителей. Для чего мы открыли сейчас на территории 16-го квартала общественную приемную. Она находится по адресу Дзержинского, 16. Там уже, ну, есть график, часы приема, куда могут обращаться люди, да, с своими вопросами, что, в общем-то, и происходит. Я вот буквально сейчас приехал оттуда, потому что мы обсуждали с одним из жителей как раз-таки вопрос по реконструкции детской площадки. Там достаточно большое количество домов находится и, ну, не совсем как бы в хорошем состоянии детская площадка. И вот мы сейчас эту историю прорабатываем. Вот, можно туда обращаться, соответственно, с какими-то своими проблемами. И как происходит взаимодействие внутри вот активной группы горожан, если вот они присоединяются к этому движению? Куда там зайти? Какой-то чат можно? Либо позвонить по какому-то телефону? Кто-то желание проявил и хочет к вам влиться в ваше движение? Да, у нас есть группа ВКонтакте, называется наш квартал. Вот, у нас, соответственно, в этой группе указаны номера телефонов, адреса приемных. Ну, и, в общем-то, вся информация есть. Пока в таком формате происходит. В будущем, возможно, будет еще какой-то телеграм-канал конкретно для наших. Все очень-очень нужно. Со своими инициативами могут горожане из других районов или кварталов к вам обращаться и говорить, слушайте, а попробуйте сделать вот так. Или мы готовы вместе поучаствовать на вашей территории, если поддержите в каком-то проекте. Как-то благоустроить территорию, покрасить ее. Или заменить какие-нибудь растения на более живучие, долговременные. Ну, такое бывает. Мы, может, так реализуем какие-то проекты. Да, вы понимаете, на самом деле, изначально общественное движение, оно создавалось, и цели, которые оно преследует, это не только взаимодействие в рамках конкретного квартала. То есть идея какая? Создать в каждом квартале такое общественное движение, в куда будут входить жители конкретного квартала, и которые своим участием, своей инициативой, объединяясь, будут реализовывать. Ну, во-первых, они будут... Им ближе проблематика конкретной территории, да? Это раз. Во-вторых, сообща, они, объединяясь, будут эту проблематику быстрее решать, и они будут понимать, что им нужно, да? И создать такую, условно говоря, сеть из общественных движений, которые будут на каждом квартале находиться в основном. А как вы видите вообще развитие данного проекта, вот ваше такое понимание такого будущего развития, как это вписывается в развитие города, и что для этого нужно делать, чтобы вот такие движения появлялись больше и на каждой территории? Ну, во-первых, я думаю, надо своим примером, положительным, естественно, примером показать. Понятно, что мы сейчас находимся в стадии только вот, ну, такого восстановления, да? Но старт достаточно хороший, я считаю. И есть определенные показатели, положительные, опять же, повторюсь, показатели. То есть я планирую эту историю развивать, показывать своим, опять же, своими результатами, что можно реализовать аналогичные проекты и что нужно их реализовывать на территории, например, других кварталов. Хочу развить это движение и сделать намного его более, скажем так, более результативным. Вам успехов, успехов общественному движению, ну и, конечно, жителям активнее вовлекаться в эту работу, пока она ведется, поддерживать и, конечно, показывать своим примером, показывать коллегам из других кварталов, что так можно сделать. Да, я всех приглашаю в наше общественное движение. Я в гости приду. Отлично. Спасибо большое. Спасибо вам. В эфире была программа «Время интервью». До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова